Начать разрабатывать стратегию перехода к зеленой экономике. Это непростой документ, он очень сложный, он будет дотрагивать практически все сектора экономики. Поэтому мы приступаем к разработке этой стратегии, и мы думаем, что время на эту разработку уйдет от 6 до 12 месяцев. И когда будет стратегия разработана, после этого будет конкретный план действий по внедрению зеленой экономики в Казахстане. Опыт Южной Кореи будет использоваться так же, как и опыт, например, Германии, лидера зеленой экономики в Европе. Мы используем лучший мировой опыт для того, чтобы понять, как нам зеленую экономику внедрять в Казахстане, в зеленую технологию. Но переход на зеленую экономику – это не дешевое удовольствие, это требует больших инвестиций. По оценкам ЮНЕП, инвестиции требуемые в зеленую экономику до 2% ВВП в год. Но когда мы говорим об инвестициях, мы не имеем в виду только государственные инвестиции, это имеется в виду и в основном частные инвестиции. Но мы должны создать условия, правила игры и создать рынок для того, чтобы эти частные инвестиции потоком пошли в эти сектора. Если что касается города Астаны, то завод мусороперерабатывающий будет открыт, если я не ошибаюсь, 10 октября. Будет открыт его торжественно. Мы уже посещали этот завод. Он построен по испанской технологии. И у нас есть в планах начать строительство 9 заводов уже в ближайшие 2 года. АДС ЖКХ разработала программу по строительству 41 заводов в течение ближайших 10-15 лет. Он, насколько я понимаю, будет перерабатывать 400 тысяч тонн мусора в год, если я не ошибаюсь. Он будет закрывать все потребности Астаны. Алматинский завод, насколько мы знаем, он стоит. Стоит больше по экономическим причинам, нежели каким-то другим. Так что, как только собственники решат свои экономические проблемы, мы думаем,